Запись-то уже началась! Всем привет! Это Даня Рэндалл, это Миша Савергон и недавно я вспомнил про кринж-обитель в радужной оболочке под названием Трум-Трум. Мы перепутали опять! Сегодня Трум-Трум, завтра Трум-Трум в ТикТоке! Бам-бам-бам! Это как котел в аду, понимаешь? Котел и так не очень хорошо. Это следующий уровень ада, ты знаешь, вот Дан, ты писал про восемь кругов ада, вот Трум-Трум в ТикТоке, наверное, уже третий или четвертый. Да, восемь. А сколько там было? Я не знаю. Возможно, семь. От семи до девяти, я уверен, было. Трум-Трум в очередной раз показывает свою абсолютную негуманность и отношение к людям максимально презренное. Да, пранки. Смешны пранки в колледже над бедным учителем. Над учителями, кошмар. Учитель молодой, конечно, с очень интересной прической. Мне нравится, что они наперед записали 21 сентября. Да, они живут в будущем просто. Да, да, да. Вообще, пока мы не начали смотреть, похоже, как будто что-то из гачи. Что? А что думаешь об их графиках? Мы ничего не знаем. Облачко, стрелочки. Вопросик. Возможно, здесь кто-то еще должен скрываться. То есть это вопросик. Вот это, смотрите на задницу сразу. Призрекли. Я вижу отражение сэмбокса гигантского. Классно. У нас уже минута материала. Можем просто делать реакцию на стоп-кадр. Анализ Трума. Когда интернет отключит, все будем вот показывать. Гифки из телефона смотреть. Один ролик, одна секунда. Ладно, давай, поехали. Не хочешь наушник-то здесь? Да я покупаю читать. В колледже новый учитель, а значит, у хамелеона появилась новая гнездышко. Прическа учителя лучшее место для живого уголка. Серьезно? А если он его бьет, так, а-па, испугается, так, а-а-а. Такой, это был мой любимый хамелеон. Да, да? Вы заставили меня убить его? Ужасно. Блин, мы опять с этого начинаем, да? Итак, у мистера Уилсона сегодня первый день работы. Последнее наставление. Вау, это что? Харасмент уже сразу же на, казалось бы, прогрессивном канале. Если глаза ловят отражение света, лучей, да, то он как бы потрогал ее задницу глазами. Ну, лучи отраженные от ее задницы. Ладно, неважно. Научный харасмент. Книги про время и пространство. Об этом и написано. Да, да, да. Если ты смотришь на задницу, ты не смотришь на задницу. Ты просто как бы ловишь лучами. И мы не касаемся этого молекулы, там отталкиваются друг от друга. Знаешь, это когда ты пытаешься защитить насильник. Да, все не защищаешься. Типа, ну он ничего не делал. По факту это просто его атомы были близки с ее атомами. Это что? Это смешно, потому что это неправда. Это все ужасно. Трисон и вперед. Вперед! Это ваш новый учитель, мистер Уилсон. Какой-то он странный. Закономерная реакция. Похоже, от этих ребят... Чувака резинки передавлена, рука. Видишь, у всегда вены было видно. Это пампинг. Вообще были так, как будто это мародеры или рейдеры из какой-то игры собрались. Да, да, да. Они очень странные. Не стоит ждать ничего хорошего. Судя по футболке, этого чувака оставляли, знаешь, уже там десятый раз в старших... Да, у вас рвал рукава. Кто вообще находит? Мистеру Уилсону придется нелегко. Да ему уже приходится терпеть издевательства. Похоже, это война. А вместо приветственного салюта, арт-обстрел из бумажек. С тремя учениками не можно справиться. Все, а за это ничего не будет? Еще цветочки? Да, это был, ну вот отдельный сейчас сегмент, там показали из разряда 14 смешных пранков. То есть вот кинуть в учителя бумажки, это пранк. Это же дети посмотрят, их убьют в российских школах. Я думаю, возможно, по нарастающей там будет, и они будут там уже катапульты или требушетами кидать в учителя. Так они делают катапульты из линейка, а учитель может пользоваться линейкой, не посредственно, значит, по ладоням. Бам! Так не делают, наверное? Ну, или делают. Пишите ваши комментарии, бьют ли вас в школе. Уже пальцы отрубают. Линейки связывали. В каждом классе по гилетине. Магинка, Игорь, до пальцев. Главных хулиганов класса, Манка и Синди, уже зреют амбициозные планы. Пранкануть нового учителя... А вот шутки-шутки, я тоже пранки же читал. Года в детстве был всякие для школы, как пранкану учителей. Я прочитал тоже и скотч в туалете разместил, чтобы люди, типа, шли, такие... О, блин, я не смог пройти! Они идут, запутываются, а потом ты выходишь в костюме паука. Запутывая, остальное его ношу. В ход идут ножницы и скотч. Пара минут, и мистера Уилсона ждет невидимое препятствие. А вот он сам. Флужбеки с работы Интерпола. Вы еще не знаете, с гем имеется дело. Гибкость и лофт. Блин, учитель выглядит так ужасно. Я смотрю, это просто кринж. Это еще 9 минут. Упс, может, не с первого раза, но я пройду этот... У них школа домашняя, судя по всему. Ну, это домашнее обучение. Я понял, на самом деле это не люди, это... Это симы. Симсы, ну... То есть они ведут себя вообще никак в реальности. То есть они ведут и смеются. Вот у них... Это так и есть. Им не хватает реально вот эмоций облачков. Хотя иногда они появляются, по-моему. На андроиде ебаных. А у парочки пранкеров, тем временем, новый проект. Ученики на задней парте. Тем временем. Ладно, давай посмотрим на пранк. Они решили украсить фольгой учительский стол. А заодно и все, что попадется под руку. Глобус. Учебники. Канцелярские принадлежности. Ну вот, кажется, все готово. Ух ты. Было бы еще забавно, если бы они окна тоже заклеили фольгой и просто превратили в одну огромную печь. Я бы внимательно включили. И все это внутри большой микроволновки. Это уже какие-то пранки над сознанием. Доедай, я туда идем. Я что, пропустил всемирный день алюминия? Ну ладно. Начинаем занятие. Ну вот вселенный учитель, прям, индиот. Не самая удобная мебель. Кто это сделал? О, как застать учителя? Этот смех, это реально, это как будто вот ты попал в ад, и черти смеются. Не самая удобная мебель. Кто это сделал? Что, я спрашиваю? А что, да, у них лица такие же, как будто вот. Мне здесь все заодно. Черти радуются. Если бы, допустим, ад существовал бы, то вот он выглядел бы именно так. Учитель-маньяк, он как будто себе усы из ресничек сделал, знаешь. Типа вот учеников, которых нет уже в классе. Это с другого канала. Там просто был пранк с лобковыми волосами. Да, да, остался. Или ему челку обстригли, вот как раз вот. Чтобы волосы пересадить. Да, выглядело достаточно жутко. Было бы смешнее, если бы они просто эти накладные мусы использовали, а так... Ну они сделали сами, смотри, девайд. Штрум-трум, они все были. Ну это мерзко. Мистер Уилсон уже думает, как отомстить вредным тинейджерам. План Блитскрик, захват Польши. Блитскрик это план России был. К доске идет Синди. И она явно не рада повышенному вниманию учителя. Покажи, где находится река Миссисипи. Что? Ну мне кажется, это прямое доказательство, что... Земля плоская. Земля плоская. Видите, как она приходит. Надо туда реки скатываются. Почему вода не вытекла вся? Если бы ванна была плоская, из нее бы все вытекло. Значит она, как видимо, закругленная там по краям, правильно? А как плоской земельщики это объясняют? Да, блядь. А ты что, не видишь? Вот так они объясняют. Еще какие-то там градусы. Земля плоская, но она как фонтанчик работает. Когда вода стекает по краям, там, вот через вулканы она выходит. Горы по краям, так можно объяснять. Это пранк. Да, очень смешно. Вот если бы не перевернули, я бы нашла. Но даже на правильной карте Синди не может найти нужные координаты. Эх, садись уже. Когда учитель ставит себя в глупое положение, это очень неприятно. На карте мира целое одну реку найти сложно как-то. Ну типа, в таком масштабе... Жизнь. Когда ты вообще в реке, не знаешь, где находится. Когда ты рейдер, просто апокалипсис. Да-да-да. Типа, я знаю все 10 приколов со скотчем и фольгой. Где реки, это уже не по моей части. Это они геометрию изучают вроде, когда подоги. Это очень неприятно. Бля, а что у них с резинкой на руке? Это реально странно выглядит. Да, очень странно. Ну, наверное, типа, молодежные. Они так... Молодежь, эти подростки. Говорю, чтобы вены набухали. Уже на следующем уроке мистер Уилсон получает ответ на удар. В виде нашествия зомби. Мозги. Это класс коррекции. Клуб завтрак. У них очень, знаешь, хороший контраст. Типа, я перевернул карту, а мы все умерли. Трун-трун у них реально генерируют. Ну, может, это ребенок как раз. То есть это в том случае, когда ребенок ведет канал, а не родители ведут канал спорта. Не, мне кажется, они просто играют в Симпсе, вот оттуда как раз воруют. Сюжеты, сюжеты. Они вот как прожили катку, так и играют. Мозги. Да, чего-чего, а мозгов вам точно не хватает. Нужно срочно пожаловаться директору. Интересно, а чем она занята? Я на секунду подумал. Да, что это, знаешь, не грим. Надо же, какое совпадение. Нет, это, знаешь, переработка слайм. Вот теперь на это пускают. Это гениальный. Рассказы мистера Уилсона. А что он смотрит и недоволен? О, зомби. Включил решение. Это когда ОБЖ пошло не туда. Директор смотрит в кабинете фильмы про зомби. Учитель пугается зомби школьников. И он не жалуется, я смотрю, он именно пугается. Что это такое? Их не исключают. Я не понимаю, что здесь происходит. Ну, это нормально. Труб-труб, да? Миссис Смит узнает все лайфхаки против этой нечисти. То-то у них учеников так мало. Они просто быстро заканчиваются. У них там каждую субботу зомби апокалипсис. Да прикалывались. В конце останется только один. В лучшем случае. Но что это? В классе тишина и покойство. На всякий случай давай. По-моему, там новый человек появился. Его раньше не было. Да, я даже не был. И кто после такого поверит учителю? Придется воевать в одиночку. Мистер Уилсон настроен решительно. Любите фильмы про... Блин, он такой кринжовый. Я просто не могу. Вот эта вся мимика. Я понимаю, что у них весь канал про это. Но я не смотрю в обычное время. Я не привык к такому давлению. Как будто бы Спанчбоб стал человеком и превратился в участника в Трум-Трума. Ну тут я бы поспорил. Ну в целом, да. Ну в анимации меньше мимики. На самом деле, что вот здесь-то? Это прям ноу-хау. Ну это все нейросети делают, конечно же. Да, да, да. Не настоящие годы. Фильтр накладывают, но лицо плывет. Ходячих мертвецов? Ну что ж, будет вам зомби. Маска зомби плюс эффект неожиданности. Это будет достойная месть. Правда, стоило учесть еще один момент. Нужно было спрятаться, так следует. Майк и Сидим уже раскрыли киприклан учителя. Нафиг дома ящички, как в школе? Они скупают, знаешь, детей для съемок. И там их хранят. Возможно, да. То есть они просто сняли офис, но ключи есть только у одного человека и директора. Вообще не похожа в офис. Хотя, ну ладно, может и похоже. Ну на сериал офис точно не похожа. Сейчас монстром достается ей. О, зомби! Мочи его, мочи! О, нет. Ну что за невезение? Мистер Уилсон, вас ждет серьезный выговор. А Майк и Сидим? Че себе надо? Тру-па-па-па-па, Северонка. Ну ничего, мистер Уилсон. Ай, похоже. Четыре минуты, Трумпу! Еще шесть минут. Я как будто бы смотрю. Время ломается, когда ты смотришь Трум-Трум. Ты такой, самые долгие 30 секунд в моей жизни. Это как раз части Трум-Трума. Очень странный контент у них. Реально закончился контент. То есть тут не пранки. Вот че, типа, это конкретный пранк, который можно воспроизвести. То есть потом учитель их уже пранкует. Видос называется «В рамки студентов над учителем». Сейчас вот учителя пытаются пранкануть. Че за дичь? Там реально время, смотри, он показывает все время одно и то же. Это петля, в которой он не может их затроллить. Если он затроллит, только тогда он выберется из этой петли. Он в ней уже тысячи лет. Вот почему он такой безумный. На самом деле учитель умер достаточно давно. Это его душа ходит. И потревоженная всеми этими учениками. Да, учениками он умер из-за того, что его ученики довели. И теперь он мстит. Жееееее. А ученики уже, как несколько лет, сошли с ума и не могут выбраться из этого помещения. Вот это глубоко Трум-Трум. Да, да? Это Silent Hill. Это прям жутко. Рулсон придумает что-то другое. Канцелярские кнопки. Старый проверенный трюк. Ученикам? А если прям с жопы выйдет? А если девушка порткнет себе что-нибудь? Или парень яйца? Ничего не происходит. Тогда это перформанс. Это уроки искусства. Да, весь стул сделать из гвоздей. Что прям... А не, но если весь стул будет в этих гвозиках, тогда это уже массажер. Да, он по идее не проткнется. Это иглоукалывание. Вес расположится. Если у тебя только задница неровная. Часть просто уже кто-то откусил. Мчитель. Нужно просто добавить кнопок. Бесполезно. Он такой, а мне по кайфу. Мне так даже больше нравится. Покалывает. Придется высыпать всю коробку. Для остроты ощущений ничего. В следующий раз мы подложим противопехотную вину. Просто нож скотчем приклеить. Типа, а почему у вас капканы по кабинету? Так они им дети и смеются над мной. Какой-то своими маленькими ножками топают. Майк, займите свое место. Невероятно, он что? Блин, будет прикольно, если на самом деле Майк все это мог рассчитать заранее. Поэтому он взял себе бронежилет для задницы. У него нет жопы. Задумайтесь, видели ли вы раньше задницу этого героя? Может, это и цель учителя. Ого, у тебя заболел жопу. Я проверю, я же учитель. Может, это какие-то неправильные кнопки? Надо проверить на себе. Это прикол для учителя или для... Ну, это для тех, кому уже привычные развлечения надоели. Он ищет остроты в жизни. Остроты. Ауч, как больно. Ваши мерзии. Давайте, сзадики, раз так. Короче, я думаю, что это пара? Пара из-за чего у него болезнь? Как смог избежать ученика боли? Почему больно учителю? Что разного такого в их жопах? Ну, слушай, возможно, так как ученик это рейдер, он сидит на стимуляторах, и он вообще ничего не чувствует. Он... Хорошо, хорошо, так. Отвечает Даниил Рэндалл. Во-первых, у ученика нет задницы. Это первый задник. Он сидит на веществах и не чувствует боли. Потому что они уже под ним, понимаете? В-третьих, он умер, и это просто призрак. А это все иллюзии учителя школы. Итак, что же на самом деле, на такие узнаем ответ. Блин, деньги отправляются зрителям из Трум-Трума. Я не ожидал. Это значит, они в пабке, да? Да-да-да. Ну, в принципе, да. А что там сзади делает мужик какой-то? Бедный мистер Уилсон. Он уже не знает, что предпринять. Может, наоборот, этих резных детей. И включить тревожную кнопку. Типа, прикиньте, зачем школу сковородку принес? Очень странный шутер, знаешь, Типа. Ты что задумал? Странно, что учитель вызывает пожарную тревогу. Это как-то очень непривычно. О, погоди, у них пожарная тревога. Интересно, как у них в школе это проходит. Выдут они куда-то или в календоре будут стоять? Это учебно, все нормально. Сидим на месте, там пожар уже. Сейчас учителю выдастся возможность отомстить. Знаешь, там дымом завалит. Такая девочка, ну, помогите. Он такой, нет. Пасайся, кто может, пожар. Мы все сгорим, быстрее. Отличная попытка. Подростки, мы хотим умереть. О, и залез обратно в твиттер. У нас пожар. Ммм, наконец-то. Нас заставляют снять в очереди. Да, эвакуация не удалась. Математичка дура. Хэштег не хочу жить. Блин, я просто устал. За математичку. Что ж, придется снова войти в режим злой учитель. И безжалостно вызывать хулиганов к доске. Я делал, что бидер. Блин, у учителя пранки, во-первых, они супер безобидные. Это ему во вред скорее. А во-вторых, они вообще не работают против этих издругов. И не учатся. Это все в один день происходит. Это все 21 сентября. Это урок по пранкам как раз. Ха-ха, вот в чем дело. Они экзамен сдают. А смотри, он увернулся от кнопок, да. Они учителя там запутали, все дела. Слушай, вдруг реально так в конце окажется. Вот это было бы хороший поворот. Мы хорошо сюжет придумываем, где херни сяга. Да, есть такой. Да, современное поколение, им ничего не нужно. Вот только пранки, ютуб. Там следующий класс, это тиктоки, там. Надылили свою версию сразу. Но вместо того, чтобы использовать мел по назначению, девушка начинает его есть. Мистер Уллсон в шоке. Я не понимал этого прикола. Говорили, там кайцы, но все же мел. Для вытирания доски, учитель не верит своим глазам. Все торт. Это тоже попробовать. Да, вот это логика. Я, учителя, капец. Логик. А если заесть его губкой? Ох, ну и гад. Бля, губку как будто перед этим куда-то окунули. У меня зубы начисались просто. Бля, теперь другой мужик сидит. Мужик выглядит как следователь, знаешь. Или как терапевт, который наблюдает за этой картиной. И такой, это нестабильное поведение. Явно садистские наклонности. Учителя уволить. Детей убить. Школу сжечь. 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 Синди и Майк готовят очередной розыгрыш для мистера Уилсона. Соплей накидали всем классом. Очень большого слайма. Кладем его в ящик учительского стола. Фу, он такой зеленый. Учитель идет. Это больше всего их пугает именно то, что он зеленый. Он зеленый. Действительно, я сейчас оботел, что все такое зеленое. Самый светлый свет это зеленый. Да ладно, папка и книжка. Вот насколько ролик интересный. Итак, цвета на этом кадре показывают внутренний конфликт персонажа. А вот оранжевый цвет, который на футболке вот этого мужчины, это цвет агрессии, направленный в отношении самого его носителя. А зеленый цвет показывает то, что мы пытаемся придумать контент из пальцев. Вот и мистер Уилсон. Как всегда, бодр и серьезен. Но он сохраняет лицо до того момента, пока не полезет в стол за журналом. Ох, что-то липкое, холодное и совершенно непонятное. Что это за слизь? От ужаса мистер Уилсон выбегает из класса. Надо же, какой он ровно. Какие отвратительные персонажи. Мне так не нравится. Тебе персонаж тут такой роддом. Тут визуализация картинок с Вики Хау, как будто. Вот, вот, смотри, у них несколько стрелочек прибавилось. Урок продвинулся. Туда их, туда! Вот этот человечка пытался нарисовать, но ноги сломал. Похищают очки преподавателя, а потом берут плитку растаявшего шоколада. Нет, нет, они же не зайдут так далеко. Да, типа, дома очки в говне. Пранки! Что они под конец начинают выдают реальную жесть. И вот для оценителя. Если вам понравились предыдущие 7 минут. Ну, вот сейчас посмотрим. Если вы досмотрели до конца. Дальше нереально там. Носыдем у нас то. Вот это весело стать всем классом. Дальше начинается 2Gers1Cup. Дальше начинает красивый яд. Он даже пытается использовать шоколадную кучку, чтобы стереть с доски. Но происходит что-то странное. Блядь, как будто бы нейросеть взяла вот самые кринжовые, самые странные моменты и пыталась так все объединить. Вообще, Антон. Я помню Трум Трум, ну как DIY канал в большей степени, да? Ну там ханчета показывали какие-то приколы. А я думаю... Ну это приколы, но блин... Как выглядит, как ты думаешь, сценарист Трум Трума? Я думаю, он все лайфхаки знает. То есть человек уже познал вообще все и сошел с ума от количества знаний. Я даже не знаю. Это вот какой-то мегамозг, подключенный проводами, знаешь, к разным типа сетям интернета. Он реально как нейросеть выдает такое. Говно, место, шоколадки. Забьют его очки, а осколки попадут в глаза. Наркотики подсыпали. Бля, они реально хотят его убить, мне кажется. Мы подсыпали ему. Новичок. Это страшно. Это страшнее, они не убить его хотят, а с ума сойти, чтобы он сошел. Я вот уже сошел. Он так слиет, сразу запихает. Легкие повреждены на 50% и не восстановятся. Гравий залетел в легкие. Перцовый баллончик учителю в лицо. Кашляет кровью, ах-ха-ха, пинайте его ногами, пинайте, ах-ха. Сломал коленные чашечки по приколу. Че, вздумал учить нас, да? О, Рокет, стой. По плану лабораторная работа по химии. Мистер Уилсон раздает студентам реактивы. Но у Майка и Синди на нее другие. Я говорю, это какие-то упоры, что сидят, типа, фольга, клей. Это из какой-то как будто очень странной комедии, только она уже слишком затянулась. Это похоже на один скетч в Вайне каком-нибудь. Вайн, сейчас же ТикТок уже. Который ты листаешь, такой, это было странно, но я забуду об этом. А здесь это в 10 минут. И это только один ролик. Да. В целом, мне кажется, единственное, что спасает Трум-Трум, это голос за кадром. Он, типа, выглядит, как ты ему доверяешь. Голос разума. Если с тобой был другой голос, прикинь, такой турок. Ничего против турка. Турков не имею. Просто они, ну, странные иногда. Этот голос объясняет, что происходит. И ты хоть как-то держишься на плаву. Это твой такой ангел-хранитель. Блин, это же, смотри, клей на руку вылетит. Это же дети смотрят, типа. Что за хулиганы этот класс? Нет, ну, жалко, мистер Виллс, ну, вот тоже хоть нормальные люди. Просто ржачка. Мочи его, мочи. Белый учитель, бедный учитель, сделай, пожалуйста. Канцелярию ПТС. Что здесь? Хочу линейку по размерам каждого из кей-попа. Вот этого, из всего. Да из всего кей-попа, короче. Ручка, в которой на голове болтается Чунгук. Самое ужасное я видел, лайфхаки не работают, с колодкой я больше не буду никогда. Такое чувство, что чувак такой, ну, остальные пранки были прикольные, а вот этот не работает. А что с колодкой его? Может, колонка? Может быть, в конце там, может, внезапный поворот. На руку, Майка, даем ему высохнуть. Призываем на помощь. Актерское мастерство. Для жены. А-а-а, ничего себе. Министер Уилсон приходит в ужас. А это же химический ожог. Караул. Ну вот, довели педагога до потери сознания. А и смотрите... Кислотой в лицо. Че ты? Ты думал, в сказку попал? Давай. Это реально выглядит, как будто проснулся в пустошах. Ну, здорово. Кожа слезает кусками. О, нет, от такого зрелища у учителя будет еще один обморок. Я не знаю, что сказать. Нереально только жалость в основном, типа, вызывает. Я не знаю, это злобно, это не пранки. Пранки это что-то такое смешное, нереально. Это все равно, как бы, классифицируется как детский контент, но он прям перебор. Да, перебор для детей. Знаешь, это как будто ты показываешь убийство человека, но... Резиновыми игрушками. Да, это то же самое, что пожар устроит. Знаешь, типа, напугаем, что как будто что-то случилось страшное. Вот это пранки. К тому же, ну, вот вас, блин, скручат за такие частые пранки. Вот 10 минут, если все эти пранки повторить, вас исключат. Вот для чего это видео. Капец. Это то видео со скримером. Да, прикинь, в универе это такое. Давай сейчас учитель напугает. Вот они вспомнили. До 10 минут надо было. Я думаю, просто на 10 минуте он умрет. Да, и парой. Интересная игра. Нужно сосредоточиться, чтобы пройти лабиринт до конца. Чё, они там урокы где-то. Что это еще за страшилка? Ни разу не слышал про игру лабиринт страха? Нет, он точно с какой-то другой планеты. Черти, черти просто какие-то. Пранкерам не избежать контрольного теста. В классе царит атмосфера умственного... Отсталый. Я не знаю, я тоже в таком опусте. Рулстон уже мысленно... Ну, класс пранков, хули вы хотите. Ну, и еще тикток. Ну, ладно, пранки... Пранки похожи на тикток. Да. Такие определенные. Не все пройдут этот тест с первого раза. Время сдавать с работой. Новые ученики. Ну вот, я так и думал. Майк и Синди получают плохие оценки. А так они на запад ориентируются, а? Там все тупые. Слова выговаривают лучше, но тупые. Это просто западный агент сзади сидит так вот так, ребята. Это дебилизирует детей в наших школах. Вот по этим американским системам. Насмотрятся своих этих ютубов. Нет бы русских анекдотов почитать. Пранки эти американские. Да, вот частушки было бы православным. Смешно. Панчлайн есть, сетап. Да, видео здесь 10 минут, а я ни одной иконы не увидел в классе. Так и было и ни одного Иисуса. Святого духа. Бог покинул эти земли. С минусом. Какой еще пранк? Да-да, Синди. Такой вот учительский пранк. Хорошо смеется, но все смеется последним. Ха, ваше будущее в дерьме. Мораль есть, пишешь в конце. Вам в итоге конец. После смерти этого персонажа ваша жизнь обрывается. Живите в мире, который сами уже создали. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на Мишу, подписывайтесь на этот канал, жмите на колокольчик. Погублю тебя. Не-не-не, сейчас будем котиков смотреть. Или еще 10 минут трум-трума. Жесть.